привет всем хорошим людям слава украине живи беларусь друзья сегодня вам хочу показать 6 уникальных видео я уверен что посмотрев их они абсолютно разные вы каждое захотите прокомментировать потому что они не оставляют равнодушным где-то они вызывают улыбку где-то большой смех где-то даже некоторые гнев вызывают вот но в любом случае они цепляют поэтому я хочу с вами их разобрать давайте начнем ну это считайте как приветствие от высот отдельного беспилотного подразделения которые благодаря вам сегодня уже получили в руки 10 дронов спасибо вам огромное 10 следующих я забираю в понедельник и мы с вами делаем хорошие дела и как я всегда горю хороших людей больше подписывайтесь 30 человек и нас будут хороших 100 тысяч людей друзья смотрите сегодня пескова спрашивали что же там происходит в курской области что же там суд же если там вообще живые русские говорит вы знаете к нам никто не обращался мы всех эвакуировали поэтому у кремля с курской области проблем вообще никаких нет и тут выходит уникальное видео жители суд же и там приграничных территорий там какой-то сил они сейчас назовут они с удивлением узнали на первом канале что и всех согнали в бараке ну фашисты французы англичане там все на свете и сожгли а связи у них нету и не не могут родственникам сказать что они живые все хорошо но очень они удивлены поведению власти за которую они так долго вроде как бы голосов зачем далеко ходить если вот нас бросили никто даже нас не позаботился не подумал где мы не просто безвести про пошло что мы пропали люди ну и пропали и хрен с ими да ищи как мы вот есть сверлика лебедевка локня дарина никола дарина в каждом селе есть там 20 30 локня 180 человек и никто не заботится нету света нету воды нету газа это спасибо что вы нам помогаете что вы нам привозите еду документы все воду пить вую детям все все привозите а так бы чтобы делали просто мы просто не знаем чтобы мы делали как вы думаете почему украинцы после того что россия сделала с украиной помогает потому что они нормальные люди человеческие понимают что вы они люди и мы люди и так делать нельзя как как делает россия не взяли на себе вот это все выезжали хотя бы уезжали от глава сельского совета на четыре села у нас живет у нас лебедевки все он бросил даже никому слова он сказал своим приближенным и уехали все он даже не знает кто здесь остался где мы и что мы они объявили нас все у нас клуб сонали подпалили всех и все вот на нормально такое сказали такое сказать представьте родные услышим не цен подождите еще раз кто кого подпалил новый ваши подпалили нас в клубе сонали все в клубе всех заполили те же остались лебедевки всего вот это наши такие такое уже разговоры пошли на глупости но представьте себе в наши родные в интернет а наши родные меня сын питера живет представьте он не знали мы жить или живет в харькове меня сестра знает два брата родных всяком авиации двоюродные все представьте вот такой они увидели бы вы выложили думаете у нас на украине нету оценку и и такое выложили шоссе не можете произошло не пережили там что у нас уже нету живых а как вы узнали об этом вот он была когда рожала на девочка в сумах мама же позвонила там созвонилась со всеми вот сказали что это шмот но наш сказал что все мы живы не переживайте передать и всем родимся мы все живы здоровы нам помогают забрали роженцу родила нормально все привезли помогли и с подарками ездят каждые врачи все как положено ну вот такое сказать это вот вон и и нашишь люди зачем такое говорить бандеры ци их всех сожгли живыми в клубе представляете что происходит то есть распятого мальчика и мало мы вчера с вами много разбирали то что они сейчас про курскую область рассказывают и я вот все больше склоняюсь к такому мнению знаете кроме там каких-то политических вещей можно спорить военных вещей с этой курской областью можно дискутировать но я для себя вижу что обычные русские люди начинают прозревать насколько сильно пропаганда врет они пока еще удивляются пока маленькие кусочки ну может быть в курской области высу будет расширяться и тогда больше русских начнет прозревать их родственников что оказывается им телевизор врет дальше вам хочу показать вообще удивительное видео оказывается есть среди молодежи очень много умных ребят в российской федерации вас это конечно может удивить но я хочу чтобы вы не боитесь что вас будут в россии считать предательность будут уже так уже в россии сразу как только узнали что мы говорим что нас не обижают украинцы сразу считают что мы предатель и ну как иначе но вы же правду говорите а какая разница правительству все равно или у меня нет варианта даже возвращаться в россию потому что мне сразу начнут представить корреспонденты возможно даже фсб я не знаю а вы хотите выехать в украину да мы в принципе хотели я в принципе хотела в европу поступать после этого года но я не знала как что там а сейчас вот если получится то через помощью того что я буду украине легче поступить в европу я в школу пошла спокойно куда хоть в украине бы закончить такое удивительное видео но друзья сейчас я вам покажу видео которые называются из разряда ну основную массу русских все равно не понять видим и вот летом победим америка упадет доллар упадет и мы будем жить вот так все и у нас будет и газ и свет подешевле будет как победим ведь я вечером включаю фонарики вечером раз чтобы не тратить электричество меня фонарики вот на брая утро протопило и можете посмотреть сколько у них градусов в доме на 16 к 17 16 и через полчаса трубы холодные смотри сколько ковров то что не хватает мне дров вообще ты довольна ты жизнь хлеб есть уличка есть кофе есть я не говорю что понимать но вот этот свет и экономлю и буду экономить я две тысячи полторы плачу две полторы а если подключаем тысяч восемь-десять будет а жить на чем а пенсия на 12 рублей тысяч с копейками там на лекарства там покушайте но вот тут уже беда знаете а сегодня вся в телеграм-канале разместил что и и соул упал с коня и ударился головой но для тех кто чуть чуть постарше понимают какой там и соул бросил коня и пристрелить не поднялась рука короче у газманова поехал крыша окончательно победим я думаю что выхода не будет как или опять вся прибалтика будет с россией или сто процентов мы вот этот коридор который они перекрыли доступ к нашему региону мы им отдали клайпеду да у них не было выхода вот балтийское море это вот отдали половину курской косы мы вот это вот им все отдали вот как они себя ведут после этого как можно их не наказать нам надо надо поставить точке надо и тогда уже раз вот так то по другу при этом этот герой зарабатывает на бюджете колоссальные деньги потому что спонсируют его песни он всех призывает идти на войну а своего сына сегодня я забыл как его там зовут ну короче своего сына кто-то из дальних девяностых вспомнит песенку люси пропала собака вот он его сделал депутатом и он теперь борется с бандеровцами в депутатском кресле все остальные должны идти на фронт знаете следующее видео которое вам хочу показать она его очень сложно описать потому что когда человек ради коньяка меняет свои руки свои на коньяк то удивительная шизофрения которая очень сильно развита судя по всему в пути наста а как вы оказались на войне заключил контракт с министерством обороны почему решили заключить контракт расскажите эту историю поспорили с другом возьмут мне по контракту или нет взяли а если бы не взяли чтобы вы выиграли в споре бутылку коньяка ну уже часто думаешь это того не стоило этого спора этого а почему почему не стоило без рук остался инвалидом прокомментируйте какое-то видео вы знаете о комментарии читаю украине тихой ночи высу выжить давайте покупать дроны для высылую добровольца ну 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 ну